Здравствуйте! Это «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Парадоксы, параллели и детали этой недели в призме нашего получасового анализа. Продолжаем препарировать ситуацию в Афганистане. Красные линии талибов, угрозы теракта в аэропорту Кабула и часы с 31 августа. Обо всем этом в ближайшие полчаса. Итак, 31 августа красная линия, которой представители движения «Талибан» ограничили пребывание американских войск на территории Афганистана. Пресс-секретарь талибов заявил, что движение не позволит Соединенным Штатам продолжать эвакуацию из Кабульского аэропорта после этого дня, подчеркнув, что пересечение этой красной линии будет чревато для Вашингтона и представителей коалиции. В последнее, в свою очередь, попытались убедить президента США в необходимости продлить срок пребывания в Афганистане. На виртуальной встрече «Большой семерки», состоявшейся в начале недели, призывы прозвучали в частности из Лондона, но Джо Байден не изменил своих планов. В течение недели он неоднократно подчеркивал, что американская сторона намерена придерживаться плана не оставаться в Кабуле после 31 августа, несмотря на растущие опасения о том, что оставшегося времени будет недостаточно для вывоза американских граждан из Афганистана. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкин при этом заявил в середине недели, что эвакуация американцев из Афганистана продолжится и после 31 августа. На этом фоне президент США в начале недели заявил, сославшись на разведданные, что в Кабуле существует угроза террористической атаке смертников движения ИГИЛ. А уже в четверг в близ Кабульского аэропорта прогремели взрывы, ответственность за которые взяла на себя именно эта террористическая группировка. Взрывы унесли 170 жизней, в том числе погибло 13 американских военнослужащих. В четверг Джо Байден пообещал цитата «не забыть и не простить» и заявил, что ответственные за теракт будут найдены и наказаны. Представители движения «Талибан» решительно осудили нападение и также пообещали привлечь виновных к ответственности. На следующий день после взрывов эвакуационные полеты из Кабульского аэропорта возобновились. О дилемме эвакуации, ограниченной красной линией и угрозах безопасности я накануне этого эфира говорила с бригадным генералом армии США в отставке, работавшим в Афганистане Питером Зваком. Это очень и очень сложный вопрос. Я уверен, что если бы мы жили в идеальном мире, нам бы удалось договориться о дополнительном времени и продлить эвакуацию после 31 августа. Талибан тоже имеет в этом вопросе право голоса. Сообщается, что наш директор ЦРУ туда ездил и после всех этих переговоров было принято решение, тем не менее, оставить дату 31 августа. Это сильно усложнит ситуацию. Кроме того, в открытых источниках можно прочитать о том, что постепенно растет уровень нервозности из-за терактов представителей радикальных групп, например, из таких как ИГИЛ и им подобных. Я работал в разведке и понимаю, что террористы изучили эти вопросы, искали бреши. Я думаю, что растет обеспокоенность, что могут появиться террористы-смертники или будет попытка сбить один из самолетов. Нынешнее положение вещей можно сравнить с очень тонкой и хрупкой тростинкой. Да, в идеальном мире нам, возможно, удалось бы договориться о продлении срока для вывода войск, но тот факт, что такое соглашение не было достигнуто, говорит мне о том, что велись жесткие дискуссии, и договориться не получилось. Питер, из того, что вы сказали, вытекает очень много вопросов. Во-первых, президент Байден действительно четко обозначил опасность, исходящую от ИГИЛ. И так как вы занимались этим вопросом в Афганистане, я хочу вас попросить рассказать о том, что собой представляет ИГИЛ в этой стране. Ну, во-первых, в 2000 и 2001 годах там была Аль-Каида. Она была основной транснациональной джихадистской организацией. У этой организации ближневосточные корни, они афганские. В нее вступали многие иностранные бойцы и джихадисты. Затем, как вам известно, в Ираке и позже в Сирии появились разные формирования ИГИЛа. Одним из филиалов был ИГИЛ Хорасан, появившийся в Афганистане. Я читал о том, что у этой группировки сложились неприятные отношения как с Талибаном, так и с Аль-Каидой. Скорее всего, Талибан не может их контролировать, и, вероятно, сами талибы озабочены этим вопросом. Талибан — это местные ребята, а в ИГИЛ Хорасан есть и люди из Пакистана, и афганцы тоже. Они несколько перемешались в Афганистане, как и Аль-Каида, но они другие. Они более беспощадные, и я думаю, что они будут искать возможности нам навредить, убивать и унижать нас любыми методами, дополнительно к тому, что уже происходит в Кабульском аэропорту. А какой динамики стоит ожидать после полного ухода войск США? После того, как так или иначе закончится эвакуация? Может начаться борьба между Талибаном и ИГИЛ? Многое зависит от того, как поведет себя ИГИЛ. Талибан одержал шокирующую победу. По-другому эту ситуацию не назовешь. Это их победа. Но с победой они унаследовали большую территорию, которой сложно управлять. В Афганистане много трудноуправляемых местностей, в горах и долинах. В этих местностях пачкуются разные группировки. Давайте также обратим внимание на заявления и действия России и Китая за последние несколько дней. Например, на то, что в Таджикистане проводились военные учения. Генерал Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, несколько недель тому назад посетил Узбекистан. Затем Владимир Путин сделал заявление о том, что из Афганистана будут эвакуированы российские граждане, оставшиеся в Кабуле. Если вы помните, в самом начале победы Талибана в Кабуле было впечатление, что Россия и Китай оставят там свои посольства. Но сейчас я в этом не уверен. Я думаю, что это проблема и угроза не только для Америки и НАТО. Это еще и региональная проблема. И несмотря на некоторое чувство удовлетворения, которое могут испытывать Россия и Китай по поводу масштаба катастрофы, с которой столкнулись Соединенные Штаты и их союзники, сейчас эта ситуация уже стала проблемой и для них. Мне бы хотелось надеяться на то, что все происходящее приведет к тому, что мы, как это было в прошлом, возобновим обмен развединформацией между ЦРУ, ФСБ и СВР. Я не знаю, как это работает с Китаем. Эта тема будет оставаться важной еще очень долго. Говоря о России и Китае, Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпинь накануне обсуждали Афганистан в специальном телефонном разговоре. Считаете ли вы, что беспокойность в Москве и Пекине растет пропорциональная эскалация ситуации в Афганистане? Безусловно, перед нами суннитская джихадистская организация «Талибан», которая состоит из местных афганцев. Но в Афганистане есть еще Аль-Кайда и ИГИЛ. Их убеждения противоречат тому, что хотела бы видеть Россия в Центральной Азии и что соответствует ее интересам в этом регионе, включая южные и кавказские регионы Российской Федерации. Поэтому, если бы эту ситуацию можно было изолировать, это полбеды. Но эти группировки транснациональные. Китай, в свою очередь, озабочен тем, что может произойти в его западных провинциях, таких как Сянь-Дзянь. Там сложилась очень трагическая ситуация с уйгурами. Поэтому эта проблема касается не только Америки и ее союзников по НАТО. Это региональная проблема. Пакистан, несмотря на то, что они кормили и поддерживали талибан, у них самих есть проблемы с более радикальными ответвлениями талибана. Есть еще Иран, который играет двойную игру. Иран недоволен тем, что в далеких западных регионах сунниты притесняют шиитов, этнических хазар. Это вообще очень сложный регион. Поэтому я вполне могу представить ситуацию, где в чисто прагматических целях ФСБ и СВР России начнут диалог с ЦРУ и другими ведомствами для обмена информацией. Мы слышим много разных предположений о том, что разведданные были проигнорированы администрацией США. Вы с этим согласны? Я не знаю. Я не видел конкретные данные. Я думаю, что необходимая информация была предоставлена, но подвело скорее желание получить воображаемые результаты. Никто не ожидал, что талибан рванет вперед быстро, как танк, почти на скорости 200 км в час. Многие небольшие группы координировали свои действия по телефону. Талибан сегодня совсем не тот, которым был 20 лет назад. Они очень технически продвинулись. Очень много говорится о том, что большое количество военной техники было заквачено талибами, что превратило их в одну из самых сильных и эффективных армий в регионе. Что вы можете сказать по этому поводу? Да, конечно. Но одной из самых сильных и эффективных армий в этом регионе для каких целей? Я не думаю, что они собираются воевать ни с Китаем, ни с Пакистаном, ни даже с центрально-азиатскими странами, которым предоставляет поддержку Россия. Но да, там очень много военной техники. Не высокоскоростной, наступательной, как, например, танки или штурмовые вертолеты. Нет. Но они унаследовали много такой техники, как внедорожники Хамви, БТР и много хороших автоматов М4. Да, они сейчас намного лучше вооружены. Вооружены современным оружием по стандартам повстанческих групп. И тем не менее, их оснащение нельзя сравнивать ни с европейскими армиями, ни с нами, ни с российской армией. Но именно американская военная техника попала в их руки, правильно? Да, в основном американская техника. Однако у них возникает много проблем с техническим обслуживанием этой техники, как это случилось в Иране после падения Шаха, когда большое количество американской военной техники осталось в Иране. Талибан столкнется с крупными проблемами. Им осталась страна, где нужно создавать правительство, и этой страной нужно управлять. Если Талибан этого не сделает, то потерпит поражение. Дело в том, что многие реформы, которые якобы они отменили, тем не менее продолжают жить в сердцах освобожденных женщин и мужчин, которые привыкли жить в более инклюзивном обществе. Талибам придется идти на компромиссы в своей собственной стране, и придется создавать бюрократический аппарат, иначе будет хаос. Да, у них впереди много проблем. Питер Звак в нашем эфире о талибах и бюрократии. Примечательно, что уже на этой неделе появилась информация о том, что талибы назначили своих представителей на посты министров финансов, обороны и внутренних дел Афганистана. О вызовах государственного строительства вставших перед движением Талибан я спрашивала обозревателя Международного информагентства Фергана Александра Рыбина. Я повторю свою мысль о том, что весьма неожиданно рухнула афганская государственность предыдущая, и, видимо, талибы действительно не имели, в том числе и талибы не имели плана, как сейчас что выстраивать, потому что мы сейчас видим некие хаотичные телодвижения с их стороны. Нет никакой пошаговой стратегии, чтобы договариваться с меньшинствами. Все-таки Талибан — это в первую очередь пуштуны, хотя они не составляют большую часть населения Афганистана, но они составляют 40%. Самая большая этническая группа в Афганистане. Так вот, у них, судя по всему, нет никакой стратегии достигать пошаговой договоренности с таджиками, это там порядка 30%. С теми же хазарейцами с ними сложнее всего, потому что они шииты и талибы в предыдущую гражданскую войну. Очень активно вырезали их и в течение вот этих 20 лет совершали талибы нападение, за которое они брали ответственность. То есть не только нападение неизвестных лиц на хазарейцев были. Потом есть узбеки, есть туркмены, есть масса этнических меньшинств, с которыми нужно договариваться. Мы сейчас не видим пока никаких договоренностей. Ведутся некие переговоры с паншерскими таджиками. Это сейчас единственный такой узел сопротивления. Это очень сложный с точки зрения ландшафта регион. И талибам понятно, что трудно будет пробиваться, биться с вот этими ребятами, которые сидят сейчас с сыном Ахмад Шаха Масуда. Ахмад и провозгласивший себя исполняющим обязанности президента, бывший первый вице-президент Амрулах Салих. Но мы пока не видим серьезных договоренностей. Есть Карзай, но Карзай кто? Карзай Куштун. Есть Абдулла Абдулла, он номинальный представитель таджиков. Есть более весомые люди, которые представляют таджиков. Те, которые сейчас в паншере. А там Мухаммад Нур, который сейчас, судя по всему, в Узбекистане или в Таджикистане. Есть представитель узбеков Бул Рашид Дустум. Такие именно авторитетные представители. Это страшно на самом деле, потому что эти люди не меняются уже порядка 30 лет. То есть, вот плохо то, что по сути элита не меняется. И они, может быть, сейчас будут договариваться, могут создавать какое-то правительство. Но что будет для этой молодежи, которая росла эти 20 лет, с совершенно другими представлениями о стране. Я сейчас немножко уйду в сторону, но вот я поясню, почему я об этом говорю. Дело в том, что когда я ездил на парламентские выборы в 2018 году и разговаривал с молодежью, для них, знаете, был некий глоток воздуха, эти выборы. Там было порядка 200 с половиной тысяч кандидатов на 260, по-моему, мест в парламенте, в Нижней Палате парламента. И молодежь была очень воодушевлена. Они говорили, это для нас шанс. Это шанс сейчас действительно сменить старую элиту. Всем надоели все эти Нуры, Дустумы, Талибаны и прочее. Это все ребята из 90-х, из конца 80-х годов. И сначала они сами друг на друга делали ставку. То есть они были полевыми командирами. Потом в 2000-х годах у них США делали ставку. И все вот эти вот там талибанские, те же старики, которые тот же Абдулгани Бородар, же старичок, он с этим, с Амулой Амаром еще основал этот Талибан. Вот это, и понимаете, и тогда было для молодежи, для ребят там где-то... Афганистан очень молодая страна, но вот старше 18 лет я очень часто слышал вот это мнение. Это шанс. Это шанс сейчас что-то изменить, прийти в парламент, начать менять страну. Это такое искреннее было мнение, особенно вот в каких-то крупных городах. Там ребята какие-то образованные из Герат, из Кабула мне говорили об этом. Сейчас, к сожалению, мы видим очень мощный откат. Так, даже в том плане, что какой-то парламентаризм был наметен в Афганистане. Да, какая-то возможность была для страны, пускай три года назад. Пускай коррупция существовала, но молодежь видела некие шансы через эти выборы. А что нам сейчас говорят талибы? Они говорят, что у нас никаких выборов не будет. То есть, если они сейчас все выстроят по типу, знаете, по типу Ирана и еще более такого жесткого Ирана, да, мы же знаем какие-то выборы президента, очень жесткий фильтр, то это будет, конечно, для молодежи таким очень сильным удручающим фактором. Я повторюсь, Афганистан очень молодая страна. То есть, нужно давать возможность молодежи, нужно давать возможность сменяться этим элитам, которые 30 лет не сменяются, вне зависимости, какие партии, какие этно-религиозные группы они представляют. Мали Рахмон сказал, что не будут сотрудничать, ну не то, что сотрудничать, а вообще общаться с Талибаном в какой-либо форме, если не будет правительство инклюзивное в стране. А в данном случае Талибан прислушается к таким заявлениям, ну я не знаю, даже региональных центрально-азиатских лидеров? Мали Рахмон в данном случае некий изгой, понимаете, он единственный, Таджикистан единственный из соседних стран, которая не имеет никаких контактов с Талибаном. То есть, и остальные, Иран, Пакистан, Китай, кто у нас там еще, Туркмения, Узбекистан, все имеют контакты с талибами, кроме Мали Рахмона. Дело в том, что для Таджикистана нынешняя победа талибов наиболее опасна, и опасна не в том плане, что будет экспансия некая талибов на территорию Таджикистана, нет. Это будет некий импульс для местных внутренних радикалов. Дело в том, что Мали Рахмон уже 30 лет у власти, и сейчас, после подавления всей оппозиции для местной молодежи, а я это знаю, потому что я жил в Таджикистане продолжительное время, для местной молодежи своего рода оппозиционность – это именно следование неким радикальным течением ислама, и вот такая форма оппозиционности. То есть, и победа талибов, которые сейчас заявляют о том, что мы строим справедливое общество, это некая альтернатива тому самому Рахмону, этому коррумпированному режиму, который в значительной степени похож на режим Гани, ну или того политического режима, который существовал в Афганистане 20 лет. Поэтому Рахмон совершенно дает себе отчет, что для него несет угрозу. И Государственная служба безопасности Таджикистана тоже понимает, что для них несет угрозу именно идеологическая составляющая талибана. Поэтому, разумеется, никакого сотрудничества они не хотят. Они не хотят общения между молодежью таджикистанской и теми людьми, которые сейчас фактически пришли к власти в Афганистане. Стоит отметить, что на этой неделе сын Ахмада Шаха Масуда, полевого командира, воевавшего с Советским Союзом в 80-е, Ахмад Масуд, возглавляющий сопротивление талибам в Панжирском ущелье, заявил, что ждет содействия и помощи Москвы в организации переговоров с движением «Талибан». О перспективах ведения переговоров с талибами я также спрашивала зампомощника министра обороны США в администрации президента Обамы Эвелин Фаркас. Эвелин, как вы считаете, с талибаном в принципе можно вести переговоры? Да, таковы реалии. Мы должны вести переговоры с талибаном, что делают уже несколько американских администраций. Проблема заключается в том, что при администрации Трампа Соединенные Штаты вели переговоры только с талибаном, исключив из этого процесса законно избранное и международно признанное правительство Афганистана. Я считаю, что это было абсолютно неуместно и неправильно. Этого делать нельзя. Мы, как правило, такого не делаем. Эти действия администрации Трампа совершенно обанкротили любые возможные дипломатические решения и подходы. К сожалению, администрация Байдена ничего не сделала или не смогла сделать для того, чтобы изменить динамику. К этому моменту правительство Афгани было фактически дискредитировано, и ситуацию было сложно исправить. Но нам нужно было хотя бы попытаться провести переговоры, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию, чтобы удержать некоторые аэропорты для того, чтобы эвакуировать людей и избежать того хаоса, в котором мы оказались сейчас. К вопросу о хаосе. Мы видим, что происходит гуманитарная катастрофа, и я знаю, что вы придерживаетесь категоричной позиции по вопросу о беженцах. Как вы считаете, что может сделать сложившаяся ситуация международное сообщество, и что могут и должны сделать Соединенные Штаты? Юлия, как вы правильно заметили, в первую очередь мы должны эвакуировать всех политических беженцев из Афганистана, потому что они помогали Соединенным Штатам и международному сообществу в попытке улучшить условия жизни в стране для жителей Афганистана. Перед этими людьми мы в долгу. Кроме того, я считаю, что если кто-либо из афганцев хочет уехать из-за того, что они боятся преследований в результате того, что они нам помогали, либо прямо, либо косвенно, либо работали вместе с нами, например, помогали неправительственным организациям или кому-то еще, им тоже надо предоставить убежище. Всем женщинам-лидерам в борьбе за права человека, даже если они не работали в международных организациях, тоже. Они все равно должны получить политическое убежище. Мои родители – политические беженцы из коммунистической Венгрии. Соединенные Штаты и другие западные страны в свое время призывали Венгрию к революции. Когда революция потерпела поражение, и советские войска вернулись в Венгрию, чтобы подавить венгерский народ, международное сообщество не хотело начинать войну с Советским Союзом, но согласилось принять всех беженцев. В результате четверть миллиона венгров были перевезены в разные страны мира. Именно это мы сейчас и должны сделать для афганцев. Говоря о региональной стабильности или, скорее, наступившей нестабильности, я знаю, что вы опасаетесь того, что война распространится за пределы Афганистана. Да, меня очень беспокоит, что конфликт может распространиться за пределы Афганистана. Я считаю, что мы, Соединенные Штаты и наши союзники должны созвать совещания с участием стран, граничащих с Афганистаном. Мы должны хотя бы попытаться добиться того, чтобы Талибан сдержал свои обещания. Талибан говорит, что позволит женщинам иметь права, но, наблюдая за тем, как они ведут себя сейчас, мы понимаем, что они к своим обещаниям не относятся серьезно. Или, как минимум, не все в Талибане. Поэтому этот вопрос остается открытым. У Талибана была такая возможность, и если международное сообщество сможет добиться того, чтобы Талибан сказал, что намерен соблюдать права человека, то, может быть, нам удастся заключить соглашение о том, что в обмен на соблюдение прав, и особенно женщин, международное сообщество предоставит Талибану какую-то помощь. Как вам, возможно, известно, активы правительства Афганистана, их деньги были заморожены, и международное сообщество четко заявило, что эти деньги не будут выданы Талибану, пока Талибан не станет международно признанным правительством Афганистана. У вас беспокоит положение центрально-азиатских стран? Вы ведь во время своей работы в Пентагоне отвечали за этот регион. Да, меня беспокоит их положение, потому что Талибан — это воинствующие фундаменталисты, и у них есть сторонники в других странах, включая центрально-азиатские. Талибан с удовольствием распространит свою модель воинствующего фундаментализма на прилегающие страны. Поэтому я считаю, что нам всем стоит беспокоиться. Я знаю, что правительство Китая этим тоже обеспокоено. Как вы думаете, Соединенные Штаты готовы к тому, чтобы объединить усилия с центрально-азиатским регионом для улаживания кризиса в Афганистане, или нынешняя позиция Вашингтона заключается в том, чтобы уйти, не оглядываясь? Нет, мне кажется, что Соединенные Штаты присоединятся. Я думаю, что причина, по которой администрация Байдена решила уйти так быстро, что пока привело только к трагическим последствиям, заключается в том, что они хотели бы переключить внимание на другие проблемы, которые требуют внимания наших ближайших демократических союзников, включая меры противодействия вызовам, которые исходят от России и Китая. Но это не означает, что администрация Байдена убегает из Афганистана, Южной Азии, Центральной Азии или от всего мира. Это просто означает, что изменились их приоритеты. Но администрация Байдена по-прежнему готова работать с Китаем, Россией и другими странами для поддержания стабильности. Ведь никто не хочет увеличения количества беженцев. Их количество по всему миру сегодня и так уже самое большое в истории, даже без ситуации в Афганистане. Сам помощник и министр обороны США в администрации президента Барака Обама Эвелин Фаркас специально для нашей программы. Это все, на что хватило времени сегодня. Мы продолжаем следить за развитием событий дальше больше. Это настоящее время итоги с Юлией Савченко из Вашингтона. Оставайтесь на нашем канале и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин